Привет, друзья! Я ваш друг Сергей, и сегодня мы продолжаем тему денег. И сегодняшнее занятие будет посвящено тому, что мы разберемся с пониманием упрощения. Знаете, я, как и все вы, много лет, мечтая иметь деньги, не мог достичь финансового избытка, то есть состояния свободы, когда у тебя появляется достаточное количество денег, или такое количество, которое тебя удовлетворяет и не заставляет тебя пересчитывать копейки, или покупая продукты в магазине, либо приобретая машину своей мечты. И на пути к изменению своей жизни, к возможности заработать, я придумывал, как и все, или следовал разным определенным системам или ритуалам. Например, один из ритуалов, в которые я свято верил, то, что на Новый год нужно положить в карман деньги, одеть новые трусы, новые носки, красивую одежду, ключи от машины. И ритуал такой, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И я понимал, что если с 12 ударами часов в моем кармане будут лежать деньги, я в следующем году обязательно буду богатым человеком. И с года в год я повторял похожие вещи. Но, увы, жизнь моя была такой, что, несмотря на то, что на Новый год в кармане деньги были, после Нового года случались различные катаклизмы, я становился банкротом, у меня возникали различные обязательства, которые я не мог выполнить, за мной кто-то гонялся. И миф в моей жизни не срабатывал. Второй миф, который долгое время контролировал мою жизнь, звучал вот как. Деньги — это энергия. И они чутки к тому, как мы к ним относимся. Например, если ты любишь деньги, они могут прийти в твою жизнь. Если не любишь, они могут уйти от тебя однажды. Ну, однажды я видел такой фильм. Один человек украл 3 миллиона долларов. И с чемоданом убегал от полиции на протяжении всего фильма. И он бежал по пустыне. Финал фильма такой. Над пустыней летит вертолет. И одна часть бархана, там открыт чемодан, и миллионы долларов, которые были в чемодане, они развеяны по пустыне. Просто бумага, которая перекатывается ветром. На другой стороне бархана лежит мертвый человек. Герой фильма, который пытался украсть деньги. Вопрос. Помогли этому человеку деньги? Ответ нет. Деньги — это не энергия. Их нельзя съесть. В них нельзя одеться. Ими нельзя топить квартиру. Даже если, например, у тебя много денег, триллион, и ты живешь на севере, то бумага горит быстро. Люди не хотят иметь деньги как таковые. Люди хотят иметь последствия денег. Хорошую машину, хороший дом, дети в хорошей школе, родители где-то в хорошем месте встречают свою старость, отдыхают на курорте. И люди ожидают последствий. Поэтому сами по себе деньги — не энергия. Энергия — это фокус человека. Те вожделения, которые возникают у людей, которые хотят иметь деньги как таковые. Либо сила и фокус, которые направляются на достижение определенной цели. Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее начнет меняться ваша жизнь. Нужно избавиться от мифов. Нужно стать реалистом. Мифы о деньгах не срабатывают по одной простой причине. Надо знать классическую формулу денег. Упростить. Деньги — это всего лишь средство обмена. Формула денег очень проста. Товар, деньги, товар. Деньги всего лишь обменивают товар на товар. Или услугу на услугу. Или товар на услугу. И являются коэффициентом договоренности между людьми, которые договорились, что, например, такой объем услуг оценивается таким-то эквивалентом. Такой объем товара оценивается таким-то эквивалентом. И вам надо понять простую вещь. Если вы хотите иметь деньги, вам нужно ускорять обмен. Избавьтесь от мифов. Поймите, что деньги — это реальная материя. Реально существующая в реальном мире. И суть денег — обменивать. Ускоряйте обмен. Это первое. Второе. Если вы хотите иметь деньги, то миф не работает. А что работает? Спросите себя или ответьте мне на вопрос. В какой момент у человека появляются деньги? В какой момент? Кто-то говорит, когда мне дают заработную плату. Кто-то говорит, когда я их где-то беру. Кто-то говорит, ну, разные идеи. Но я скажу вам правильный ответ. Деньги появляются только в момент продажи. Заработная плата — это тоже продажа. Вы продаете свое время в рассрочку. И получаете за проделанную работу в конце определенный эквивалент. Вы продали время в рассрочку. И каждый раз деньги появляются в момент обмена. Потому что они средства обмена. Если вы хотите стать богатыми, вам нужно научиться продавать. Хотите узнать абсолютную формулу успеха? Она проста. Продавай больше. Продавай чаще. Продавай быстрее. Продавай дороже. Но если хочешь быть богатым, продавай, 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 продавай. Большое спасибо, что вы послушали сегодняшний урок. Я подытожу одним. Избавьтесь от мифов. Перестаньте верить, что деньги живы. Деньги — это всего лишь договоренность между людьми. Живы люди. Люди хотят заработать. И фокус. Лично твой фокус. Ты, кто сейчас меня смотришь, знай. Твоя энергия, твой фокус, твоя сила, твоя предпринимательская способность — это то единственное, что в конечном итоге делает себя богатым. Я не проповедую фондовые рынки. Я не проповедую форекс. Я не проповедую какие-то идеи, которые являются костылями для жизни. Все это однажды может из твоей жизни уйти. Останешься только ты сам и твой опыт. И поэтому я советую тебе. Разрушь мифы в своей жизни. Выучи формулу денег, что это товар, деньги, товар. Научись обмениваться быстро и научись продавать. И тогда ты станешь свободным человеком, по-настоящему богатым. Чего я тебе от всей души желаю. Большое спасибо, что ты слушал меня сегодня. Я твой друг Сергей. Субтитры создавал DimaTorzok